Так, значит, мы продолжаем обсуждать линейные уравнения на плоскости. И я напомню, что в прошлый раз мы обсуждали такую штуку. У нас есть система, ну давайте я буду писать x и y. Значит, у нас есть вот такая система, x с точкой y с точкой равняется a на x, y, где a – некоторая постоянная матрица. И в прошлый раз мы разобрали случай. Когда собственные значения матрицы A вещественны. Значит, если собственные значения вещественны, то там матрица может быть диагонализируемой, может быть не диагонализируемой, но в общем все сравнительно просто. Есть как минимум либо собственный базис, либо жарданов базис. Значит, если собственные значения матрицы A не вещественны, ну в принципе теоретически мы можем просто выйти в комплексную область и дальше жить полностью в комплексной области. То есть считать, что у нас теперь наша функция – это не отображение в R, а отображение в C. И дальше полностью жить, то есть находить там собственные векторы с комплексными значениями и записывать соответствующим образом решение. Но это в общем не совсем то, что мы сейчас хотим делать. То есть этот путь вполне допустим. И это не совсем то, что мы сейчас хотим делать, потому что у нас изначально задача вещественная. И вообще мы живем как бы вот в этом вещественном мире. У нас там задачи вещественные, начальные условия вещественные и решения тоже будут вещественные. Мы бы хотели записывать эти решения тоже в каком-то виде, без использования каких-то странных прогулок в комплексной области назад. Но, тем не менее, от комплексных всяких вещей мы никуда не убежим. Рассматривать их придется. Ну вот, давайте, значит, сейчас сегодняшняя лекция будет посвящена комплексному случаю, случаю с комплексными собственными значениями. Значит, пуст. Собственное значение матрицы А невещественное. Значит, как мы обсуждали в прошлый раз, если они невещественные, то, значит, они комплексно-сопряженные. Их два, они разные, и обязательно комплексно-сопряженные. На самом деле, можно это увидеть из явной формулы, а можно увидеть из таких соображений. Значит, лемма. Такая довольно универсальная лемма, она не только для размерности 2 работает. Значит, лемма такая. Пусть у нас есть какая-нибудь, какая-то вещественная матрица. То есть просто матрица с вещественными компонентами. И у нее есть комплексное собственное значение лямбда. Тогда комплексно-сопряженная штука тоже собственное значение. Ну, это легко доказать. Можно просто заметить вот что. Если у нас есть лямбда, это какое-то собственное значение, то есть и собственный вектор. А лямбда равняется... О, простите. А v равняется лямбда v. Значит, v — собственный вектор. Он обязательно существует, поскольку лямбда — собственное значение. Но дальше можно просто навесить знак сопряжения справа и слева. И получается вот такая штука. Сопряжение av равняется сопряжению лямбда v. Значит, я напомню, что если у нас есть комплексное число x плюс и y, то сопряжение от него — это x минус и y. Ну, а дальше можно заметить вот что. Во-первых, известный факт, что если у вас есть, например, два комплексных числа, то сопряжение их произведения — это произведение сопряжений. Ну, да, можно из чисто геометрических соображений это понять, что сопряжение — это просто такая симметрия относительно горизонтальной оси. И дальше операции произведения, операции взятия такой симметрии, они перестановочны. Например, если вы куда-нибудь поворачиваете какой-то вектор, потом делаете симметрию, то это все равно, что симметричный вектор повернуть на симметричный вектор. То есть как раз такая перестановочность работает. Вот. Ну, а дальше можно сказать вот что. Это мгновенно обобщается на случай, когда у вас есть, например, матричное умножение. Ну, потому что матричное умножение, в общем, состоит из произведения каких-то чисел, там произведения, суммы, все это перестановочно с сопряжением. Поэтому получается вот такая штука. И здесь можно записать вот такую штуку. Ну, а дальше можно заметить, что поскольку матрица А вещественная, то матрица А и матрица А сопряженная просто совпадают. Значит, получается вот такое условие. Значит, вот это равенство, так как А вещественное. И, стало быть, лямбда с чертой, собственное значение матрицы А с собственным вектором В с чертой. Значит, все комплексные сопряжения на всякие объекты типа векторов, матрицы и так далее действуют поэлементам. Каждым элементам применяется комплексное сопряжение. Вот. Значит, в случае с матрицами 2 на 2 утверждение про то, что значит, у вещественной матрицы 2 на 2 комплексные собственные значения уходят парами двух комплексно сопряженных, можно вывести просто из явной формулы. Ну, а в общем виде оно доказывается вот так. Вот. Итак, значит, мы сейчас рассматриваем случай, когда у матрицы А есть пара собственных векторов. Давайте я просто обозначу их. Пару собственных значений. Давайте я скажу, что они называются просто, допустим, лямбда и лямбда сопряженные. Значит, и что тогда можно сделать. Значит, ну вот на самом деле я хочу сейчас свести всю эту историю про изучение дифференциального уравнения с такой матрицы к более простой истории про решение некоторого одномерного дифференциального уравнения, но с комплексно значенной неизвестной функцией. Значит, здесь будет отступление, которое нам сейчас понадобится. Давайте рассмотрим такое комплексно значенное уравнение. Ну, давайте начнем с простого. Значит, z с точкой равняется, например, и z. Значит, у нас z от t теперь будет комплексным числом. Но для комплекса значенных функций вся история про дифференцирование работает точно так же, как всегда работала. Производная проявляется точно так же. Комплексные числа можно складывать, вычитать, делить невещественные и так далее. Все работает абсолютно точно так же. Значит, можно записать вот такое уравнение теперь. И давайте посмотрим, что вы можете сказать про решение этого уравнения. Как выглядит решение такого уравнения? Не скиньте идеи. Е в степени и t. Да. Е в степени и t, но давайте еще умножим на z0. Значит, z0 – это будет просто какое-то начальное условие из c. Это правда. Доказывается… Ну, то есть, окей, экспоненты везде работают одинаково. И если вы… Ну, для начала я напомню, что такое вообще е в степени. То есть, если у вас есть какая-то переменная w, w комплексная, то е в степени w определяется, ну, точно так же, как она определяется для вещественных чисел. Сумма пока от нуля до бесконечности. w в степени eK разделить на k факториал. Поскольку комплексные числа можно возводить в степени и делить на другие числа, в частности, на любые ненулевые вещественные числа, то эта формула прекрасным образом работает, ну, и там легко доказать, что у вас этот ряд, на самом деле, всегда сходится, и тут не возникает никакой проблемы. Возникает такая комплексная экспонента. И буквально точно так же, как для вещественных экспонента, можно просто, допустим, продефиницировать этот ряд и доказать, что действительно, если у нас здесь возникает какой-то коэффициент, то он просто выносится, а дальше в остальном экспонент сохраняется. Вот. Значит, что это такое? Что такое e в степени и t? Давайте я вот что еще скажу. Давайте я скажу, что спустят у меня z от t. Давайте я выпишу явно вещественную мнимую часть. Это x от t плюс и y от t. Соответственно, x от t и y от t – это какие-то вещественные штуки. Значит, что можно сказать про e в степени и t? Насколько вам знакома такая штука? Как ее можно описать по-другому? Через косинус и синус? Да. Значит, давайте я продолжу. z от t равняется e в степени и t z0. Соответственно, z0 мы тоже запишем как x0 плюс и y0. Ну и на самом деле e в степени и t можно записать в таком виде. Это косинус t плюс и синус t. Ну и давайте я напишу, что это x0 плюс и y0. Значит, нужно напомнить, почему e в степени и t – это вот такая штука? Окей, видимо, не нужно. Хорошо. А дальше, значит, какой геометрический смысл имеет вот это умножение на e в степени и t? Значит, давайте смотреть. Жил-был у меня вектор z0, который есть, соответственно, это x0, а это y0. Значит, это будет rz, это будет imz. И дальше мы его умножили на e в степени и t. Что произошло с этим вектором? Он повернулся. Насколько? На t, нет? На t, да. Надо привести еще от 0 до 2b. Ну, t – это просто радианная мера угла. Мы будем поворачиваться просто на t радианом. Ну да, да, да. Простите, да. Значит, вот это есть e в степени и tz0. Да, ну на самом деле это видно более-менее из вот этой формулы. Но давайте я уж полностью ее распишу. Значит, если я распишу здесь, это как косинус t. Что тут нужно сделать? Минус косинус tx0. Минус y0sinus t плюс i на x0sinus t плюс y0cos t. Да, просто перемножил, раскрыл скобки. Ну и на самом деле теперь можно сказать вот что. Можно сказать, что если я записываю x от t, y от t, вот такую штуку, то это будет что такое? x от y от t – это вещественная мнимая часть z от t. То есть это будут в точности вот эта штука и вот эта штука. Это можно сразу записать в матричном виде. Будет такая вещь. Косинус t минус синус t. Синус t косинус t. На x0 и y0. Это матрица поворота. Ну потому что у нее просто... Чего здесь? Значит, вот эта штука, это то, куда переходит... Сейчас, только у меня что-то крутится на них в ту сторону. Или в ту? Доброе, все хорошо. Сейчас давайте проверим, что я не ошибся. Значит, это чего у нас такое за матрица поворота? Значит, у нас первый базисный вектор переходит в вектор... Сейчас, почему у нас это вращение по часовой стрелке, а не против часовой стрелки? Как должно быть? Там же с синусами минусы наоборот, потому что x от t, x0 косинус минус... Я неправильно матрицу записал. Да, вот сюда нужно минус поставить. Да, потому что у нас строчка умножается на столбец. Это я разрешился матрицу умножать. Теперь все правильно. И действительно видно, что это матрица поворота, потому что первый базисный вектор переходит в вектор косинус-синус. То есть просто вот первый базисный вектор просто поворачивается на угол t. Ну и второй базисный вектор на самом деле делает то же самое, поворачивается на угол t. Если вы внимательно посмотрите на эту штуку. Вот. Поэтому действительно это просто умножение на поворот. То есть смотрите, что это означает. Это означает, что как устроено решение вот такого уравнения. Но оно устроено так. Это просто... Мы взяли начальное условие и дальше движемся просто по окружности, поворачиваем это начальное условие. Просто с постоянной угловой скоростью движемся по окружности. Вот. А с другой стороны можно посмотреть на наше исходное уравнение. Вот на это уравнение z с точкой равняется z. Можно его само, это уравнение записать вам в координатах x и y. Давайте посмотрим, что получается. Значит, у нас было z с точкой равняется z. Теперь я говорю, что это x плюс и y с точкой равняется i на x плюс и y. Или x с точкой плюс и y с точкой равняется i x минус y. Теперь смотрите, пусть я хочу записать это уравнение в виде системы на x и y. Значит, x с точкой, y с точкой. Тут какая-то матрица будет, поскольку у меня все линейно. Здесь будет x и y. Вопрос, какой матрицу нужно написать? Значит, какая матрица тут получается? Значит, поскольку у меня написано равенство, в котором равенство двух комплектных чисел, но x и y у меня вещественные штуки, их производные тоже вещественные штуки, поэтому можно просто приравнять вещественную часть к вещественной, мнимую к мнимой. Поэтому здесь получается вот такая штука, что вот эта штука на самом деле эквивалентна. x с точкой равняется минус y, y с точкой равняется x. И как теперь записать в виде матрицы? 0 минус 1, 1, 0. Да. 0 минус 1, 1, 0. Отлично. То есть, смотрите, что получилось. Значит, на самом деле получилось следующее. Мы говорим вот что. Вот такое уравнение и коварнентно вот такой системы. А еще мы вот такое уравнение умеем решать, потому что на самом деле это просто одномерное уравнение, комплексное, и решается оно точно так же, как решается одномерное уравнение. Потому что оно одномерное и линейное, поэтому его решение – это просто экспонент. И мы это решение вот здесь записали и увидели, что это просто, значит, его решение – это просто поворот. Ну, поэтому вот у этой системы, или вот у этой системы, которая является линейной системой с какой-то фиксированной матрицей, решение будет точно таким же, как вот здесь. Значит, вот это – это решение вот этой системы. Явно мы эту систему не решали, но мы просто заметили, что вот эта система эквивалентна вот такому уравнению, а это уравнение мы решили явно. Как? Верите? Не выглядит, как будто я какой-то магией занимаюсь. Окей, давайте я, чтобы все-таки добавить некоторые таинственности, спрошу вас, что вы можете сказать про собственное значение вот этой матрицы 0, минус 1, 1, 0. Какие у нее собственные значения? И. Да, у нее два собственных значения. И. А какое второе? Если у вас есть вещественная матрица, у нее одно собственное значение и, то какое будет второе? Минусы. Минусы, да. Два собственных значения, одно и другое минусы. А еще у нас вот тут есть и. Ну, как это выглядит подозрительно. Давайте теперь более общий случай рассматриваем. А именно давайте рассматриваем случай произвольного комплексного коэффициента. Значит, пусть у меня теперь будет произвольный комплексный коэффициент. Давайте я его как-нибудь обозначу. А плюс и омега. Давайте мы для начала решим это уравнение. Давайте. z равно e в степени альфа плюс iw может т? Или это не так просто? z и Вы отвисли. Илья, у вас микрофон выключен, но вы шевелитесь, вы отвисли. Так, да, хорошо, что я шевелюсь. Это радует. Так. Вот, продолжаем. Не знаю, в какой момент я перестал говорить, точнее, перестал быть слышим. Ну, в общем, я говорил, что можно записать решение в таком виде, а дальше представить вот эту экспоненту суммы в виде произведения двух экспонентов. И тут каждый компонент будет совсем ясный. Значит, что делает каждый из этих компонентов? Давайте смотреть. Значит, во-первых, вот это вот е в степени альфа-т, это просто комплексное, это просто вещественное число. Альф у нас вещественное число, т вещественное число. И это просто умножение вот на эту вот экспоненту. Вот это е в степени и омега-т. Вы опять зависли. Вы нас слышите? Похоже, у него с интернетом проблемы. Сейчас к нам он вернется снова. Мы снова вас видим. На связи. Мы вас не слышим, потому что у вас микрофон выключен. Мы видим, что вы на том, что-то говорите, но мы вас не слышим. Я говорю, что-то у меня интернет стал пропадать. Если сейчас еще раз пропадет, придется на некоторое время прерываться, перезагрузить роутер. Так, давайте смотреть, что у нас тут происходит. Значит, жил-был у меня вектор z0. Мои начальные условия. Дальше я этот вектор z0 умножил на е в степени и омега-т. Что при этом произошло с вектором z0? Ну, как мы уже знаем из только что обсужденного, z0 повернулся на угол омега-т. Значит, вот это будет z0 умножить на е в степени и омега-т. Что произошло дальше, когда я эту штуку умножил на е в степени альфа-т? Ну, давайте для определенности считать. Пусть у меня на этой картинке альфа, например, будет отрицательным. А время я сейчас рассматриваю положительное. Соответственно, ну и давайте считать, опять же, для определенности, что омега у меня положительная. Просто чтобы картинку как-то нарисовать. Значит, положительность омеги означает, что я кручусь вот в эту сторону, в положительную сторону, против часовой стрелки. Что означает отрицательность альфы? Что, мы крутитесь в обратную сторону? Значит, если альфа отрицательная, то что будет происходить с умножением на е в степени альфа-т? Что делает умножение на е в степени альфа-т, когда t положительная? Увеличивает радиус. Да, но если альфа отрицательная, а t положительная, то е в степени альфа-т это число больше единицы или меньше единицы? Меньше единицы. Значит, на самом деле не увеличивает, а наоборот уменьшает. То есть мы получаем, что у нас е в степени альфа-т на е в степени и омега-т, это на самом деле вот такой вот вектор. И чем больше t, тем дальше что будет происходить? Значит, у нас этот вектор будет тем сильнее крутиться и тем больше уменьшаться. Значит, что будет траекторией в этом случае? Спираль. Будет такая спираль, да. Вот так-то она как-то будет выглядеть. Значит, она будет до бесконечности крутиться, то есть общее количество оборотов будет бесконечным, но при этом она будет, радиус будет все меньше, меньше, меньше. Радиус будет стремиться к нулю, причем, если, допустим, альфа какое-нибудь отрицательное и какое-нибудь заметное, то он будет стремиться к нулю довольно шустро. Ну, вообще экспонент стремится к нулю довольно шустро. Но в обратном времени, соответственно, она будет, наоборот, разбегаться, убегать от начала координат. Значит, получается вот такая вот картинка. Такая спираль. Значит, это называется логарифмическая спираль. И это траектория решения вот такого уравнения. Вот. Давайте теперь запишем. Значит, ну, во-первых, можно сразу записать это решение в матричной форме. Значит, можно сказать, что если у нас... Я рассматриваю решение х от т, у от т. Значит, что это такое? Ну, умножение на е в степени альфа т так и остается умножением на е в степени альфа т. Умножение на е в степени и омега т – это все равно, что умножение вот на такого типа матрицу только в этой матрице везде т заменили на омегу т. Точно так же делается. Значит, получается здесь матрица поворота. Косинус омега т синус омега т минус синус омега т. Косинус омега т. И тут начальное условие х0, у0. Вот. И это решение... Давайте поймем, какого уравнения. Значит, если я теперь записываю вот эту штуку в виде... в виде системы, как это уравнение будет выглядеть? Значит, у меня z от т есть х от т, у от т. А вот попробуйте сами сейчас записать, как устроено это уравнение. Значит, х.у. равняется какая-то матрица на вектор xy. Значит, я хочу написать такую матрицу, чтобы вот это вот уравнение, которое я сейчас выписал, было бы эквивалентно вот этому уравнению комплексному, которое у нас было раньше. Значит, давайте я скажу, что это уравнение 1, а вот это система 2. Как вот как должна быть устроена матрица? Значит, нужно просто записать, что z равняется x плюс y, умножить, раскрыть скобки и отдельно выделить комплексную мнимую часть. Давайте сделать это быстренько самостоятельно. Напишите мне ответ в личку. Спасибо. 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 так хорошо андрей написал не в личку сразу всем но окей давайте тогда я тоже запишу значит а что мне здесь получается альфа минус омега омега альфа так давайте проверим что это стыкуются с нашим предыдущим предыдущей истории значит и если омега равняется единице альфа равняется нулю то эта матрица 0 минус 110 я действительно та матрица которой мы рассматривали только что врать похоже на правду как согласны то есть смотрите что получается во первых умножить на комплексное число альфа плюс и омега все равно что умножить вот на такую матрицу в смысле комплексные числа вкладываются в множество матриц 2 на 2 с помощью вот такого представления делать операции с такими матрицами делать операции комплексными числами наоборот сложение умножения работает абсолютно одинаково с другой стороны что мы получили мы получили что мы теперь умеем решать вот такого типа системы если у нас заданная система с вот такой матрицей то мы знаем что и решение вот такое потому что эта система эквивалентно эквивалентно вот этому уравнению а это уравнение имеет вот такое решение как мы записали ну и давайте еще один вопрос я задам значит найти собственное значение такой матрицы с каким вот ее собственное значение там вроде получается альфа минус w и альфа плюс w да так это у меня омега хотя он не похоже на w собственное значение альфа плюс минус и омега да совершенно верно но можно просто быстренько это увидеть значит у нас вот такая вот вот такой характеристический многочлен это означает что это альфа минус лямбда в квадрате плюс омега в квадрате ну и соответственно дальше видно что действительно его корнями являются вот такие штуки то есть смотрите что получилось мы начинали с уравнения мы начинали с вот такого уравнения где у нас коэффициент был альфа плюс и омега когда мы записали это уравнение матричной форме мы получили матрицу у которой одна из собственных значений альфа плюс и омега другой ему сопряжено это не выглядит совпадение слишком подозрительно чтобы это было теперь я хочу сделать в некотором смысле прогулку в обратную сторону пусть у меня теперь есть какая-то произвольная матрица у которой собственные значения комплексно сопряжены я найду базис в котором эта матрица будет представляться в такой форме если матрица представляется в такой форме то это означает что я могу решать соответствую уравнение дальше я просто сделаю обратную замену перейду в исходный базис и все я решил моё уравнение такой довольно таки не прямой но зато изящный способ решать такие уравнения давайте посмотрим как это делается давайте я докажу что у любой матрицы вещественной матрицы у которых есть комплекте собственные значения любой матрицы 2 на 2 обязательно есть базис в котором она представляется именно в такой виде пусть матрица а имеет собственное значение альфа плюс-минус и омега тогда существует базис в котором а имеет вид давайте напишу в котором оператор а задается матрицей вот того самого стандартного вида которая нам очень нравится значит это как бы некоторый аналог теоремы про диагонализацию но вместо того чтобы диагонализировать матрицу мы знаем что теоретически мы могли бы эту матрицу диагонализировать но я не хочу диагонализировать потому что если вы диагонализирует а у меня будут комплексные собственные векторы и это то чего я хочу избежать вместо того чтобы матрицу диагонализировать я ее привожу вот к такому стандартному виду и несмотря то что это вид не диагональный все равно он хороший а именно я умею решать уравнение с вот такими матрицами поэтому если я научусь приводить любую матрицу с собственными значениями альфа плюс минус и омега вот к такому виду то я победил давайте докажем значит давайте я сделаю такую штуку отпустим на матрица а и давайте все знаю что у нее есть собственные значения альфа плюс минус и омега давайте я рассмотрю значит пусть у меня есть вектор w собственный вектор а собственным значением альфа минус и омега есть я оставлю здесь не плюс а и давайте вот этот вектор w вообще говоря у него комплексные компоненты но давайте я скажу что я его разобью в сумму вещественной мнимой частей вот так вот значит у это какой-то вектор у его это два каких-то вектора из r2 значит w у меня был вектор из c2 а у его вектор из r2 давайте я буду более ярко выражено писать различать омегу и w в значит у w я завитки делаю наружу а он мире завитки делаю внутрь давайте теперь вот что заметим я записываю условия что w является собственным вектором заданным собственным значением а именно а умножить на w равняется альфа минус и омега умножить на w или что то же самое а умножить на у плюс и в равняется альфа минус и омега умножить на у плюс и в вот сейчас какая-то магия происходит ну то есть магия не в том что именно происходит это что происходит понятно я делаю какие-то простые вещи типа раскрывая скобки но результат мне кажется немножко магическим давайте заметим ну во первых а это линейная штука давайте просто напишем что слева у нас получается а у плюс и в заметим что а вещественной матрицы у его это вещественные вещественные векторы поэтому вот эта вещественная штука вот эта вещественная штука то есть слева написано вещественные мнимые части какого-то вектора вот эта вещественная часть это мнимая часть давайте теперь раскроем скобки приведем подобные слагаемые в правой части значит что получается альфа у плюс амега в плюс и умножить на что на минус амега у плюс альфа в правильно написал проверка чтение ошибся раскрыть тем скобок какое действие могу сделать следующим что я могу теперь вывести из этой формулы сказать что вещественная часть вещественная часть а мнимая мнимый да совершенно верно значит вот эта вот штука это вещественная часть вот это вот вся штука это мнимая часть опять же я пользуюсь тем что у меня как бы вся вся комплексная составляющая выражена здесь явно путем умножения на и все остальные объекты у меня вещественные и теперь я могу просто присвоить при 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 ровнять значит сказать что а у равняется альфа у плюс омега в а в равняется минус омега у плюс альфа в вопрос как выглядит матрица оператора а в базисе кува задачка по полинейной алгебре известно что то про матрицу а про то как она действует на вектор у и в требуется понять как выглядит матрица этого самого оператора а в базисе у в это диагональная с тем что написали вот выше с диагональными элементами вот альфа у плюс омега в минус омега у плюс альфа в если бы она была в диагональных то она бы вектор у переводила бы в пропорциональный ему а нет нет да прошу прощения андрей почти правильно вроде бы говорил но она не диагональная но ровно такая как как нам нужно было то есть она вектор у переводит в сумму координат то есть у нас получается будет сверху альфа а снизу снизу в а так сейчас значит давайте смотреть да значит давайте смотреть вообще что такое матрица оператора в некотором базисе матрица оператора в ком-то базисе это штука которая показывает как под действием этого оператора преобразуются базисные векторы значит если мы рассматриваем если мы отвечаем на вопрос о том куда переходе значит как преобразуются вектор базису увы то вот у нас здесь это написано а именно вектор у переходит в такой вектор вопрос каковы координаты этого вектора в базисе увы вайси увы координаты вот они альфа-мега по определению матрицы линейного оператора по столбцам у него записаны образы координаты образов базисных векторов вот в том базисе в котором вы сейчас работаете мы сейчас работаем в базисе увы поэтому нам нужно написать координаты образов образа первого базисного вектора то есть вектор у вайси увы то есть это альфа-мега ну и то же самое со вторым базисным вектором он переходит в вектор минус омега альфа давайте проверим что мы про это можем сказать это ровно то что я обещал смотрите для того чтобы для того чтобы реально записать матрицу в наших в нашей форме нужно взять собственное значение которое будет просто комплектно сопряженного к нашему альфа плюс и омега нужно записать альфа-минус и омега взять единственный собственный вектор который он будет соответствовать взять его вещественную мнимую часть это два вещественных вектора и вот эти самые два вещественных вектор и будут искомом базиса тут правда я некоторую вещь немножко съел какую вещь есть я так лихо говорю что у его это базиса почему собственно говоря это базис что может быть нарушена почему вдруг почему вдруг вектор у и в могут оказаться не байс на вектор теоретически что мы требуем от базис да но теоретически мне нужно было бы исключить ситуацию когда они линейно-зависимы но на самом деле они не могут быть линейно-зависимым потому что смотрите дело в том что дело в том что вектором ну вот давайте так скажем значит мы знаем что почему у его не является линейно-зависимы если бы они были линейно-зависимы но тогда вот такие два вектора тоже были бы линейно-зависимы ну а это разные векторы а это векторы соответствующие разным собственным значением они могут быть линейно-зависимы вот ну вот таким образом смотреть что мы выяснили мы выяснили что если у нас есть какая-нибудь матрица с комплексными собственными значениями матрица 2 на 2 вещественная то она в подходящем байсе выглядит вот так задаваемый оператор выглядит вот так систему с таким с такой матрицем решать умеем и соответственно решение исходной системы просто сводится к решением такой системы переходом к другой системы координат линейный и так значит окончание классификации линейных особых точек линейных систем на плоскости значит если у матрица а комплекции собственные значения тогда есть два варианта первый вариант ламда равняется омега альфа плюс и омега и варианты здесь два первый вариант альфа равняется нулю если альфа равняется нулю то мы на самом деле находимся просто случае вот этой картинке когда наше решение это просто поворот и все фазовые кривые выглядят просто вот так вот как окружности в нормализующем базисе в базисе в котором матрица имеет стандартную форму и соответственно в исходном базисе это окружности на который подействует электролинейным оператором то есть это какие-то эллипсы это нормализующий базис пусть будет x волной y волной значит здесь фазовые кривые окружности и в исходных координатах мне нужно на окружности подействовать линейным оператором это будет какие-то эллипсы все траектории замкнуты все решения периодически и такая штука называется особая точка типов типа центр значит есть всегда особая точка в нуле ну вот то что вокруг нее это обязательно эллипсы и второй случай когда альфа не 0 это означает что у нас в нормализующих координатах есть вот такая логарифмическая спираль значит она может быть закручивающийся случае если альфа меньше нуля и раскручивающийся назад если альфа больше нуля соответственно в исходном базисе это будет тоже что-то похоже на эти спирали на только вытянуты подействовали на такую спирал линейным отображением ну могли получить что-нибудь в таком роде линейное отображение могут менять направление вращения поэтому в общем то никто не обещал что обязательно будем крутиться против часовой стрелки там это может быть и так и так у нас нет никакого фиксированного на то есть зная собственные значения мы не знаю в какую сторону мы крутимся это отдельно нужно просто по векторному полю рассмотреть можно поставить конкретный вектор посмотреть куда он куда он будет смотреть и в зависимости от этого определить в какую сторону мы крутимся просто по собственным значением это сказать нельзя потому что собственные значения не поменяются если я сделаю симметрию ну вот в любом случае у нас может быть что-нибудь например вот такое давайте для разнообразия нарисую в другую сторону значит раскручиваться пусть она раскручивается вот так значит это называется эта штука называется устойчивый фокус эта штука называется неустойчивый фокус и все это завершает классификация линейных систем на плоскости вещественных линейных систем на плоскость всего бывают четыре типа картинок грубо говоря 4 типа картинок узел седло узел фокус центр но узлы там бывают немножко разными зависимости от тонкости соответствующей матрицы вот соответственно теперь мы в принципе умеем решать все линейные системы на плоскости и это на самом деле очень полезная для нас полезно для нас вещь название придумал панкаре он в общем нарисовал видимо наверное первым нарисовал такие картинки и придумал название вообще панкаре привнес в дифференциальное уравнение геометрию топологию в общем такие геометрические штуки представление о том что на самом деле дифференциальное уравнение это не наука про то как чего-то считать а скорее наука про то как рисовать правильные картинки и интерпретировать их вот есть если какие-нибудь вопросы на эту тему хорошо давайте я скажу еще пару слов по поводу связи между линейными и нелинейными уравнениями значит дело в том что в целом весь пафос всего математического анализа и всяких дисциплин которые на нем основаны основывается на том что у нас есть какое-то какие-то непонятные нелинейные объекты какие-то непонятные нелинейные уравнения и функции и мы хотим их как-то исследовать но вот за счет своей нелинейности следующие объекты какие-то непонятные сложные мы хотим научиться их приближать по крайней мере в какой-то маленькой окрестности какой-то фиксированной точке приближать их каким-то более простым именно линейным объектом например когда мы изучаем в начале первого курса изучаем производные мы говорим что вот у нас есть функция допустим y равняется f от x у нас есть у нее график и мы говорим что вот мы можем в любой точке построить касательную и дальше сказать что если там функция дифференцируем она если у нее это касательно принципе существует то наш график но ведется примерно как это касательно по крайней мере с точки зрения таких свойств как возрастание убывания и это означает что мы можем пользуясь свойствами линейной функции что-то говорить про свойства нашей нелинейной функции например там искать ее экстремумы или еще что-то дифференциальное уравнение эту логику поднимают на некоторый новый уровень и дают нам много разного много разных интересных сюжетов связанных с тем в какой мере нелинейные объекты похожи на соответствующие линейные значит давайте я скажу пару слов про линеаризацию и про про давайте скажу немножко про производные по начальному условию значит производные по начальному условию и линеаризации давайте для примера рассмотрим какую-нибудь такую задачу давайте что-нибудь попроще возьмем значит давайте сделаем вот что пусть у меня есть такое уравнение значит я сейчас не немножко отклоняюсь от истории про линейное уравнение на плоскости и не возвращаюсь к просто не автономным уравнением на прямой после есть вот такая штука у меня есть уравнение которое выглядит так x . равняется ну и дальше здесь что-нибудь такое будет написано например синус т плюс x умножить допустим на синус x 5 вот такая штука значит вот такое уравнение мы не можем решить по крайней мере непонятно как потому что это не уравнение с разделивающимися переменами из-за вот этого t плюс x ну и и в принципе не совсем понятно чего с ним делать но по крайней мере я могу угадать одно из его решений какое решение мы можем сказать что x равняется нулю да x равняется нулю вот такая вот штука она уж точно является решением значит решение а дальше меня интересует такой вопрос а вот если я немножко отклонюсь от этого решения буду стартовать если я стартую с нуля то я точно живу вдоль этого решения а если я немножко от него отклонюсь например вот отсюда буду стартовать что будет происходить чтобы происходить моим решением буду ли я убегать куда-то далеко или я буду наоборот к нему приближаться вот как будет как будет качественно вести себя решение такого уравнения при маленьких начальных условиях ну можно на этот вопрос ответить таким образом переформулировать этот вопрос посмотрите у нас есть как бы в момент времени ты равняется нулю и у нас есть какой другой момент времени ты равняется кому-нибудь т1 и значит и чего я хочу понять вот у меня есть решение которое устроено так но стартовать откуда-нибудь отсюда ну а дальше вот она как-то ведет себя какой-то момент она приходит в точку ты равняется т1 и дальше я хочу понять я знаю что если я стартую из нуля я попаду в ноль если я стартую не из нуля из какой-то близкой точки куда я попаду в момент времени т1 и я хочу думать про такую задачку как про задачку исследования функции который отображает мне вот это начальное условие вот сюда у меня есть значит можно рассмотреть рассмотрим решение x от t равняется фи от t x0 значит начальным условием x0 равняется x0 и давайте мы зафиксируем т1 т1 и рассмотрим функцию допустим как нибудь я ее обозначу пусть она будет psy от x0 который есть фи от t1 x0 значит вот это x0 вот это psy от x0 это какая-то ну окей я этого не доказывал но если правая часть не слишком плохая например вот такая то вот эта функция которая сейчас написал она является дифференцируемой функцией от своего аргумента от x0 если я пошевелю вот здесь x0 то вот эта штука psy от x0 будет шевелиться дифференцируем дифференцируем образом и вопрос который меня интересует как ведут себя решения например приближаются они вот так вот к нулю или наоборот убегают от нуля этот вопрос сводится к тому что меня интересует как вот это отображение выглядит вблизи точки x0 а для дифференцированного отображения то как она выглядит вблизи фиксированной точки определяется производной в этой точке то есть на самом деле чего я хочу я хочу понять как устроена производная си производная вот этой функция по начальному слагу по x0 давайте мы сделаем такую вещь значит рассмотрим новую функцию функцию z от t которая есть производная дефи это я теперь говорю что вот у меня есть какая-то какой-то призвольная точка т но я рассматриваю для нее вот эту самую картинку рассматривать эту функцию которая отображает мне x0 в значение f в этот момент времени t и рассматриваю производную этой функции и производная беру в точке в точке 0 то есть понятно что сама функция в точке 0 принимает значение 0 но меня интересует то как она ведется вблизи этой точки поэтому я беру производную в точке x0 равняется 0 понятная такая z от t то есть например z от t1 это производная вот той функции которая тут написал взяты в точке взяты в точке 0 ну давайте теперь сделаем такую вещь давайте я напишу уравнение на z значит z с точкой это я должен продифференцировать d по dt вот эту штуку дефи в точке tx 0 по dx 0 взяты в точке x0 равна и нулю значит теперь можно переставить местами производные я не обосновываю почему можно но поверьте мне что может ну это нужно отдельно доказывать это в общем доказывается обычно одновременно с доказать доказательной теоремы существования единственности но я сейчас не буду этого делать значит можно сказать так что это есть d по dx 0 вот чего от d фи в точке tx 0 по dt все это нужно взять в точке x0 равняется нулю если мне нужно сначала продифференцировать по x0 а потом подставить x0 равняется нулю в таком порядке иначе не получится вопрос кто такой вот это вот d фи по dt это и есть x точкой да это есть x точкой поскольку фи у нас решение нашего уравнения то есть я могу сюда просто поставить вот эту вот штуку синус t плюс x на синус x давайте мы это сделаем d по dx 0 значит что здесь получается синус значит только кто такой кто такой x в моем случае значит x это на самом деле это самый фи от tx 0 поэтому я пишу здесь синус от t плюс фи от tx 0 умножить на синус и ткс ну собственно говоря я зря стал писать это как будто это equity числитель нет никакого знаменателя я сделаю вот так и теперь мне нужно сюда поставить x 0 равную нулю ну давайте мы эту штуку продифференцируем в x0 начну что у нас здесь такое написано ох нужно дифференцировать значит что получается косинус t плюс fiat tx 0 умножить на производную дефи от tx 0 по dx 0 умножить на синус fit x 0 сейчас выглядит немножко страшненько но не пугайтесь сейчас все будет хорошо значит дальше нужно продифференцировать вот эту штуку косинус и tx 0 и умножить на дефи вот такая штука и все нужно подставить x 0 равную нулю теперь смотрите значит во первых что можно сказать про первое слагаемое на самом деле это первое слагаемое она обладает некоторым хорошим свойствам заметьте что нам нужно будет сюда подставить x 0 равную нулю что вы можете сказать про фи от t , 0 оно должно быть равно нулю но равно нулю да значит синус от него тоже равен нулю а значит вся вот эта все это слагаемое просто равно нулю ну хорошо давайте посмотрим на второе слагаемое как она устроена это синус т на дефи по dx 0 да значит синус т а вот эта фи обнуляется вот эта фи тоже обнуляется значит остается синус т а а здесь остается дефи от tx 0 разделить на dx 0 или а с другой стороны кто такое значит да и вот сюда нужно поставить x 0 равную нулю а с другой стороны кто такой в наших обозначениях вот этот товарищ производным нуля да но давайте посмотрим внимательно вот этот товарищ кому он равен мы изначально пишем уравнение на z с точкой а это и есть наш z то есть в результате получилось что у нас есть вот такое вот чудесное уравнение на z значит z от т равняется синус от синус т умножить на z с точкой а ты значит что что мы из этого знаем ну во первых мы это уравнение умеем решать это линейное уравнение это уравнение с разделяющимися переменными его решение просто пишется явно это экспонента от чего там от интеграла от синуса делал синуса можно даже посчитать вот давайте кстати вопрос на засыпку какое будет начальное условие что может сказать про z от нуля значит если z определяется вот так что можете сказать про то чем равняется z от нуля вроде бы должно быть 0 потому что у нас же в точке 0 0 там ну как мы строили кривую там синус просто проходит но давайте вот просто внимательно посмотрим даже забудем про всякий синус давайте посмотрим внимательно вот это определение и пробовать попробуем ответить на вопрос чему равняется z от 0 значит чему равняется фи от 0 запятая x 0 равняется x от 0 то есть x 0 получается d x 0 под d x 0 это единица единица совершенно верно да как бы вот эта штука она показывает насколько сильно поменяется ну как бы что показывает z z поменяется z показывает насколько сильно поменяется x 0 за время т но если т равняется 0 то это означает что она никак не поменяется то есть производная равна единице ну просто вот вы стартовали отсюда и здесь же вы остановились значит у вас отображение не вот такое не вот отсюда до сюда например да а отсюда сюда же значит на просто тождественное отображение производная единица поэтому надеюсь начальное условие за этот нуля равняется единице вот и это уравнение мы можем уже легко решить вот эту задачу конечно можем легко решить и сказать теперь что просто как мои решили мы на самом деле знаем грубо говоря как ведут себя в первом приближении наше решение но вот вблизи вот этого вблизи вот этого постоянного решения на самом деле вот это вот это решение которое на то уравнение которое здесь получилось она называется линия резацией исходного уравнения вблизи вот этого решения, его можно было получить чуть проще. А именно можно было просто линиаризовать правую часть. То есть записать в правую часть, записать в виде первого приближения. При каждом фиксированном моменте времени t разложить эту штуку в ряд t лора до линейных членов. Давайте мы это сделаем, посмотрим, что получается. Значит, вот у нас было x с точкой равняется синус t плюс x на синус t. А теперь мы линеаризуем. А именно мы говорим, что синус от t плюс x умножить на синус t. Это и есть что такое. О, сейчас на синус x у нас там, простите. Значит, линеаризация вблизи x равняется 0. Давайте посмотрим, что здесь получается. Значит, ну, во-первых, с вот этим синус x понятно, что происходит. Он превращается в x плюс u маленькая от x. А синус t плюс x превращается в... Значит, во что он превращается? Он превращается в синус t плюс у маленькая от единицы. Можно так написать. Значит, можно теперь раскрыть скобки. Получается, что это x синус t плюс у маленькая от x. И вот она, наша линеаризация. А можете еще раз пояснить про начальные условия? Вот про эту штуку? Да. Ну, смотрите. Давайте посмотрим еще раз, как устроена z. Значит, что такое z? z это такая штука. Значит, мы берем какой-то момент времени t и рассматриваем вот такую функцию. Вот функцию типа вот этой функции psi, которую я тут нарисовал. Значит, у меня есть t равняется t1. То есть вот эта картинка соответствует z от t1. Значит, эта функция устроена так. Она отображает начальное условие в его значение в момент времени t1. В значение решения с этим начальным условием в момент времени t1. Значит, это какая-то функция. Мы про нее знаем, что она 0 переводит в 0. В 0 она равна 0. Ну, а вот в каких-то других точках, ну уж какая получится. z это производная этой функции в точке 0. Теперь давайте посмотрим, что происходит, когда t1 равняется просто 0. Это означает, что у нас наше отображение, вот это отображение psi, это просто тождественное отображение. Оно каждую точку переводит саму в себя. Стало быть, у тождественного отображения производная единица. Ну, как можно формально написать? Давайте смотреть. Значит, вот у меня фи от t. Значит, фи в точке 0, x0 равняется x0. Просто по определению того, кто такой фи. Фи — это решение с начальным условием. Вот такие вот. Стало быть, если мы теперь эту штуку, значит, z в нуле, это есть dφ в нуле, x0 по dx0, то есть это есть dx0 по dx0, то есть это есть единица. Вот формальная выкладка. Да, понятно, спасибо. То есть, смотрите, что здесь вообще в целом произошло. Идея такая, что я могу заменить. Вот у меня в каждый момент времени t у меня есть функция, которая задает мне правую часть, и это какая-то дифференцируемая функция от x. Я могу в каждый момент времени t заменить эту дифференцируемую функцию на, так сказать, касательную в нуле. И если я это сделаю, с одной стороны, я получу новое дифференциальное уравнение, а именно уравнение вот такого типа, уже линейное, благодаря тому, что мы все линейно реализовали. А с другой стороны, это новое дифференциальное уравнение будет иметь отношение к старому дифференциальному уравнению. А именно, оно будет показывать, как выглядит решение, как выглядит зависимость решения от начального условия, ну вот в первом приближении, опять же, оно будет показывать, как производное этого самого решения зависит от точки. Простите, как ведет себя производное, ну да, как производное этого решения по начальному условию зависит от момента времени. Вот. И это, на самом деле, бывает полезно, но не в этом совсем простом примере, а в более сложных ситуациях, потому что иногда вы знаете, как устроено одно из решений, но вам очень интересно понять, как устроены близкие решения. И вот вся вот эта вот история, которая называется производная вдоль, производная по начальному условию, она позволяет на такого типа вопроса отвечать. И заодно демонстрирует, что линейные уравнения появляются, вот если мы задаем вопрос такого типа, что если нас интересует решение дифференциального уравнения вблизи какой-то точки, допустим, на конечном промежутке времени, и нас интересует как бы это решение приблизительно с точностью до первого порядка малости, то тогда мы можем просто линеризовать наше уравнение, перейти к линейному уравнению и получить ответ. Вот. Ну, чуть-чуть попозже мы познакомимся с более хитрыми примерами, обсудим как раз как вот эти вот линейные штуки, в какой мере они позволяют нам отвечать на вопросы о свойствах соответствующих нелинейных уравнений. Там тоже возникает линеризация, и, в общем, обсудим, как все работает. Вот. Ну, вот все, что я хотел сегодня рассказать. Спасибо большое, до свидания. До свидания. До свидания.